Церковная собственность, совместное использование памятников культуры, реставрация памятников, взаимоотношения церковь-музей, законодательные аспекты. Этой обширной теме было посвящено заседанию одной секции рождественских парламентских встреч, которая прошла в Государственной Думе Российской Федерации в Москве. За ходом дискуссии следила Эльвира Гордеева. 22-е международные рождественские образовательные чтения подходят к своему логическому завершению. Завтра последний день работы этого крупнейшего церковно-общественного форума. А сегодня мы находимся в Государственной Думе Российской Федерации и наблюдаем за работой секции, посвященной церковной собственности. Ключевыми в повестке дня заседания стали вопросы об использовании объектов религиозного культа, являющихся памятниками федерального значения. Осуществление религиозной деятельности на особо охраняемых природных территориях, в том числе и в заповедниках. Необходимость корректировки нормативной базы закона о передаче имущества религиозным организациям на региональном и муниципальном уровне. Возможность финансирования восстановительных и реставрационных работ храмов и монастырей из государственного бюджета и другие. Мы надеемся, что в самое ближайшее время в содружестве с нашими руководителями епархии Роскопославной Церкви, с нашими экспертами мы сможем завершить эти основные работы, с тем, чтобы передача шла быстрее, эффективнее и сопровождалась необходимым бюджетным финансированием. Эта Роскопославная Церковь для нас интереснее и является приоритетными. С учетом огромных задач воспитательной, образовательной работы, которые ведут приходы, нам необходимо помочь нашей Матери Церкви в воспитательной, посвятительской работе, в духовном служении. Мы считаем, что это наш долг и мы готовы его исполнять в самое ближайшее время. Вопрос собственности в повестке дня заседания был основным. Руководитель управления Росимущества Сергей Анаприенко привел некоторые статистические данные о ходе передачи согласно федерального закона различным конфессиям, утраченных ими в годы советской власти объектов религиозного назначения. За 2013 год в Росимущество поступило 203 заявления от различных религиозных конфессий. По 32 передача осуществлена в полном объеме, по 92 завершается. Что завершается? Решение положительно принято и исключительно технические штрихи. Можно говорить о том, что это тоже передано. Но до июля еще не завершена. 53 объекта ведутся подготовительные работы. И, к сожалению, по 21, это 10% от всех заявок, выдан отказ в передаче по тем или иным причинам. В целом, по мнению Сергея Анаприенко, процесс передачи идет своим ходом. И перечень возвращенных религиозным организациям объектов постоянно пополняется. Стоит отметить наиболее знаковые завершения процедур 2013 года. Это передача, окончание передачи Серафима себе Дивиевской обители. Свято-Троицкий мужской монастырь Чебоксарах. Тихвинский женский монастырь, тоже цивильский. Ильецкий знаменский парахиальный женский монастырь. Свято-Знаменский Абалакский монастырь. Ну, собственно говоря, можно перечислять и перечислять. Митрополит Челябинский и Златоуский Феофан привел пример, как на региональном уровне процесс передачи имущества церкви не всегда находит поддержку местной власти. Здание администрации Челябинской области базируется на бывшем монастырской земле. И мало этого, бывший корпус монастырский – это надстроенное здание администрации. И когда мне говорят, что невозможно выделять регионального бюджета, законодательство не позволяет, я говорю, ну давайте так. Мы же не будем, конечно, сейчас судиться с администрацией. Давайте компенсировать тогда хотя бы в какой-то степени. В работе секции приняла участие руководитель юридической службы Московской патриархии Иннокене Ксения Чернега. В своем докладе она рассказала о том, с какими разногласиями приходится сталкиваться с синодальному отделу по взаимодействию церкви и общества в процессе передачи имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности. О том, какие дополнительные поправки необходимо внести в 327-й закон и подзаконные акты о разночтениях статей закона и других проблемах.